Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал в моем доме раннее-раннее утро. Сегодня заветный наш день, мы с вами делаем тест на беременность. Первым делом посадила ребенка есть свой завтрак, он безопасно рядышком тут чмокает. Ну а мы с вами будем делать наш тест. Но перед тем, как приступить, он у меня еще закрыт, я хочу вам рассказать о моих приключениях за последние три дня, поскольку есть что рассказывать. Во-первых, конечно же, у меня не хватило терпения, и я сделала тест на беременность. Позавчера в аптеке купила такой подешевле, попроще, но для моего успокоения мне нужно было его сделать. И на этом тесте появилась моя заветная, очень-очень бледная, прозрачная вторая полоска. Я, конечно же, обрадовалась. Подружка и жена брата, которая мне отправила фотографии, сказали, мать, 100% есть, и мне доверяют, поскольку каждая из них родила троих детей, поэтому они уж точно знают, когда тест говорит позитивно, и это действительно так, а когда, к сожалению, результат, он негативный. Так что я порадовалась, терпение у меня добавилось. Вчера к моей умеренной такой тошноте добавилась еще и чувствительность груди, поэтому я понимала, что процесс происходит, и с большим-большим нетерпением ждала утро, когда мы с вами вместе сможем сделать наш тест на беременность. Но во второй половине дня у меня началось кровотечение, и я уже такая расстроенная. Вчера сижу и понимаю, что все, смысла особого делать сегодня тест утром нет, но у меня был еще один дешевенький тест, и я подумала, ладно, давай-ка я сделаю этот, несмотря на то, что вторая половина дня, и вроде бы не утро, но в то же самое время близко к месячным, поэтому, в принципе, если ты беременна, он все равно должен показать. И я сделала этот тест, и на этом тесте, блин, она практически не видна, появилась эта полоска. Я попыталась сфотографировать этот тест, вот он у меня здесь есть, но камера все-таки не ловит эту прозрачную, очень-очень тоненькую линию, которая там виднеется. Ее вот видно под определенным наклоном, под определенным светом. Короче, она там вроде есть, но очень тоненькая. Не поняла я, как так трактовать именно эту полоску, поскольку до этого она была более видна, но позавчера я делала тест с самого-самого утра. Это тоже может повлиять на дело. Я принялась анализировать свое кровотечение, и оно было меньше, чем обычно, то есть не таким сильным. И оно было такого алого-розоватого цвета, нежели темно-темно-винного, как обычно. Я начала вспоминать информацию о кровотечении имплантации, либо прикреплении яйцеклетки к стенке матки, и поняла, что может быть у меня еще и шанс, поскольку весь этот процесс, он очень-очень сложный и многоступенчатый. И кровотечение во время прикрепления яйцеклетки к стенке матки, оно может произойти в любое время, начиная от шестого дня после оплодотворения, заканчивая вплоть до четырнадцатым днем. Это, конечно, реже, но тем не менее такое может быть. Кто не знаком с процессом, в двух словах расскажу ту информацию, которую нашла. Значит, когда яйцеклетка оплодотворяется, оно из трубы отправляется в матку. И стенка матки, она к этому моменту очень толстая, мягкая, и, в общем, ждет эту яйцеклетку для того, чтобы она к ней прикрепилась и в нее погрузилась. Это действительно такой сложный процесс. То есть разрывается стенка матки, яйцеклетка туда опускается, и потом сгусток ее закрывает. То есть эта стеночка дефект или разрыв, который создает яйцеклетка, в стенке матки закрывается. Это делается для того, чтобы она была защищена, чтобы она питалась и не умерла до того момента, как в работу не включится созревшая плацента. И вот где-то приблизительно ко дню месячных, предполагаемых, если этот процесс успешно произошел, то в организме женщины усиливается кровоток. То есть этот кровоток нужен для того, чтобы питать эту прикрепившуюся яйцеклетку. И как раз-таки в этот момент может начаться кровотечение. И часто женщины путают это кровотечение со своими месячными. И поэтому часто говорят, что вот у меня начались месячные, но я все равно беременная. На самом же деле это не месячные. Это как раз-таки такой легкий кровоток от этого процесса. Но этот кровоток, он, во-первых, намного легче, чем месячный. Он заканчивается быстрее, заканчивается самостоятельно. И он по цвету более алый, нежели винного оттенка. И у меня как раз-таки вчера оно и было. Конечно же, если я вспоминаю беременность первую, то вот это кровотечение имплантации, оно у меня было. Оно было приблизительно на шестой день. И оно действительно было больше не кровотечением, а у меня мазалось. То есть это закончилось все очень-очень быстро. Сейчас, в свою очередь, это действительно можно назвать кровотечением. И сегодня утром оно до сих пор продолжается. Немного алого цвета, но все равно продолжается. Так что 50 на 50, конечно же, в этом вопросе, что это может быть кровотечение прикрепления. Я в таких смешанных чувствах, эмоциях, эх, не знаю. Конечно же, склоняюсь я все-таки к тому, что беременность, она даже если наступила все-таки тест, он показывал два раза эту полоску. Все равно я склоняюсь думать, что, может быть, вот это прикрепление, оно не было успешным. Поэтому как бы все, в общем-то, идет своим чередом. И у меня, наверное, скорее всего, начинаются месячные. Хотя давайте делать наш тест и посмотрим, что же скажет наш электронный друг. Так, ну все, ждем. Так, ну что, время. Ну да, как я и думала. Нет, не беременна. Ну что ж, тут остается только, наверное, гадать, была ли я беременна, не была ли я беременна. Я, конечно, склоняюсь думать, что все-таки была, потому что первый тест он показал действительно две полоски, заметные две полоски. Но, очевидно, что-то пошло не так. Либо прикрепление не случилось, либо прогестерона было маловато. Это, кстати, тоже одна из причин, по которой беременность, она не закрепляется. Так как этот гормон в самом-самом начале, он очень-очень важен. Что делать? На сегодня новости такие, но я не расстраиваюсь. Хотя нет, я немного расстраиваюсь, потому что очень уж сильно хотелось увидеть надпись беременна, и чтобы, конечно же, это кровотечение оказалось кровотечением прикрепления, а не месячными. Но уж как есть, ничего страшного. Мы же с тобой не расстраиваемся? Или чуть-чуть расстраиваемся? Мама не... Нет? Дай. Кись, мама. Хотя я, конечно же, чего уж там кривить душой, я, конечно, расстроилась, потому что очень уж хотелось увидеть надпись, что беременна. Ну ладно, живем сегодняшним днем, все как есть. Опыт есть опыт, такое нам тоже нужен, и это все здорово. Алло, приветик. Да, привет. Ну, как у тебя дела там? Ничего. Сейчас погромче. На работе? Ну да. Все нормально у тебя там? Ну да. Я сегодня так сделала. Ну и чем? Ну так, ничего. В общем, результат показал нет. У меня вчера начались типа дела месячные. Вот. Я как-то не стала тебе звонить, понадеялась, что, может быть, это, знаешь, признак прикрепления, поскольку там, ну, может быть, что сам симптом и вот это выделение, оно позже. В общем, по всем, по всем показателям и по вот первому тесту, который я делаю, я понимаю, что и оплодотворение было, и ХЧГ показало, и прикрепление оно было, но я еще вот так вот сидела, сейчас думала, вполне возможно, может быть, организм видел, что генетически что-то не так, так тоже может быть, может быть. И поэтому это все, в общем, с циклом и вышло вперед. Понятно, да, скорее всего, потому что симптомы-то были определенные, да, сейчас, но скорее всего, не прикрепилось после несу. Нет, прикрепилось, потому что ХЧГ и тест на беременность видят этот ХЧГ только после прикрепления. До прикрепления ХЧГ не появляется. А так как позавчера у меня тест показал вот эту вторую полоску, то я делаю вывод, что все-таки прикрепление было, но вот что-то пошло не так. Ну, вот так вот, поэтому звоню сегодня с такими новостями, как есть, так есть. Ничего страшного. Да понятно, что ничего страшного, но... Сейчас в следующий раз. Ну да. Поработай. Будем сейчас восстанавливаться. Мне уже, это, я подружке своей написала, что, ну, она-то каждый день меня спрашивает, как там дела. И до этого она мне говорила, блин, жалко, что мы с тобой так и не попьем в Риге опироли шампанского. Но, он говорит, причина чертовски хорошая. Я и написала сегодня, ну, попьем мы с тобой шампанское. Ну, пьем опироли. Ну да. Я понял. Так что вот так вот, зайчик? Ну ладно, ничего страшного, не волнуйся, переживай. Ну да. В следующий раз попробуем. Значит, что-то не так было. Да я знаю, знаю, конечно, ну, если была бы у нас первая беременность, я бы дико расстроилась. Вот прям ужасно бы расстроилась. Но так как уже вторая, и ты уже понимаешь, как это все происходит, что к чему, и все-таки уже, ну, опыт есть, то, конечно, реакция совсем другая. Ты рационально больше к этому подходишь. И я понимаю, что просто у нас будет с тобой время больше подготовиться. И как-то вот... Ну, и вместе мы будем. Это здорово. Первый месяц все равно беременности вместе проведем. В общем, есть плюсы свои. И мне будет легче с Рэмом здесь, знаешь, летом. С ним таскаться тут. Согласен. Вот. Ну ладно, зайчик, все, не отвлекаю тебя. Я вижу, что тебе уже, ты-то уже, это... Тебе надо уже бежать, да? Да. Давай, все. Давай, пока-пока. Целую, люблю тебя, пока. Пока. Эх, ну вот, сказал Арсику. Так что, такая вот история. Ну, что ж, такие новости у нас на сегодня. Как есть, так есть. Мы не унываем. Хвост пистолетом. Лето впереди. И с Рэмом действительно мы будем здесь проводить замечательно наши дни. И получать самые позитивные эмоции. И действительно, я вот так вот сижу и думаю, наверное, правда. С одной стороны, лучше. Зато в следующий раз обязательно все получится. И Арс будет рядом. И как-то вот мы уже будем знать, чего ожидать. И такой опыт он тоже хороший, правда? Поэтому, подруги, пишите в комментариях, было ли у вас так. И случалось ли у вас, что ТЭС показывает позитивно. А потом все-таки вы понимаете, что нет. Так что, будет интересно почитать. Посмотреть, какой у вас опыт. И на этом опыте, естественно, учиться и готовиться к следующему разу. Но на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю доброго-доброго солнечного дня. И мы с вами увидимся в следующем моем видеоролике. На сегодня все. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...